Героически ушёл под воду, подняв Андреевский флаг. 110 лет назад, с началом боевых действий Первой мировой войны в Чёрном море, экипаж корабля «Прут» не сдался под натиском неприятеля. Не позволил врагу получить заградитель и сотни морских мин. Под огнём германского крейсера 29 октября 1914-го у берегов мыса Херсонес командир принял решение открыть Кингстоны и затопить корабль. На условия сдаться к крейсеру «Гевин» корабль принял решение, вернее, экипаж принял решение затопить корабль, имея на борту 750 мин, чтобы не достались врагу. Командир был ранен, духовным командиром стал и духовный фактический командир, и мнах Антоний. Он так сказал, нет командира, он ранен белок, будет духовный командир. Взяв крест, он молился, благословлял моряков на спасение. Они на шлюпки садились и уходили на берег. Недалеко было от берега. Более 200 моряков Ивах Антоний спас. Экипаж минного заградителя спасался на шлюпках. Места всем не хватало, матросы прыгали за борт. И последнее, что видел каждый из выживших, это крест в руке священнослужителя. Вместе с кораблем и ранеными, до последней секунды благословляя русских моряков, 70-летний иеромонах Антоний ушел под воду. Образ духовного наставника теперь запечатлен в камне. Памятник открыли у собора Николая Чудотворца в годовщину гибели заградителя. А его подвиг навсегда стал примером для духовенства. Сейчас в условиях СВО подвиг Романа Антония стал какой-то духовной скрепой. Не какой-то, а точно духовной скрепой. Ибо в СВО ушли не только добровольцы, бойцы, но и духовенство. И вот в этом храме на стенах уже увыковечены фамилии шести духовников, которые погибли в СВО. То есть продолжают подвиг иеромонах Антония неустами, а делами поддержат дух нашего воинства. Минный заградитель пруд стал братской могилой и для десятков моряков. Из года в год честь членам героического экипажа и благородному священнослужителю отдают не только севастопольцы, но и жители далекого от нашего региона города – Бугульмы. С 1906 года военный священник был иеромонахом Бугульминского Александра Невского монастыря. Узнав об этом, приехали в Севастополь, когда мы праздновали 105 лет, когда вспоминали подвиг Антония. И служили в Херсонесе, выходили в открытое море, возложив венок на то место, где корабль затонул. И спустя еще пять лет мы снова здесь и уже открываем памятник. И нам, жителям Бугульминского района, жителям Альметьевской епархии, отрадно, что в Севастополе, несмотря на то, что очень много таких героев, помнят о тихом подвиге иеромонах Антония. Новый памятник стал олицетворением всех духовников, которые, оказавшись перед выбором «Жизнь или Отечество», доблестно выбрали Отечество. В прошлом году отец Сергий, настоятель храма, приехал к нам в Казань и встретился со мной, чтобы обсудить, как можно вообще открыть такой памятник. И мы поддержали его благое намерение. И вот год спустя мы здесь с вами на этом событии. Прежде всего, было очень сложно найти лик иеромонах Антония. Отец Сергий очень много обращался в обитель, к которому он служил. Он был в возрасте уже, но потом нашли все-таки, прорисовали этот памятник. Ну а дальше стал вопрос, с чего делать. Конечно, бронзы отлично, это очень дорого. Но нашли вариант более такой, скажем, достойный, белокаменный, как и наш Севастополь. И как подвиг Романа Антония, светлый, зияющий. И когда солнце светит, он, конечно же, очень царственно смотрит, божественно смотрит, на что было рассчитано. Обнаружить затонувший Минзак исследователям удалось совсем недавно, в 2017-м. Сегодня пруд по-прежнему покоится на глубине 108 метров, всего в нескольких милях от берегов Севастополя.